Деньги обращаются в экономике не сами по себе, а в рамках денежной системы. Следовательно, представляется небезынтересным посмотреть на денежную и валютную системы подробнее. Денежная система – есть форма организации денежного обращения, сложившаяся исторически и закрепленная законами данной страны. Денежная система представляет определенное единство элементов денежного обращения – субъектов, объектов, инструментов. Денежная система включает в себя масштаб цен национальной денежной единицы. Во-вторых, порядок чеканки национальных монет и порядок эмиссии государственных денежных знаков. Эмиссия представляет собой обеспечение, выпуск, обращение и изъятие денежных знаков. В-третьих, это организация и регламентация безналичного оборота. И, наконец, в-четвертых, это организационные центры денежного обращения, Министерство финансов или казначейства, Центральный банк и т.д. Всего существовало три международных валютных системы. Первая определялась Парижским валютным соглашением 1867 года. Оно характеровалось тем, что валютная система базировалась на золотом стандарте, была золотовалютной. Начала функционировать эта система в 1873 году после выплаты Германии репарации от Франции. В соответствии с золотым содержанием валют устанавливались их золотые паритеты. Эти паритеты применялись только в рамках международных соглашений. Можно сказать, что валюты свободно конвертировались в золото. Золото использовалось как общепринятые мировые деньги. Поскольку парижская валютная система существовала долго, потребовались дополнительные соглашения. В качестве такие соглашения были приняты на Генуэзской международной конференции в 1922 году, которая вводит резервные валюты. Резервной валютой становится самая сильная валюта того времени – фунт стерлингов. Второй валютной системой была Бриттенвудская. Бриттенвудское валютное соглашение было заключено в 1944 году. И новая валютная система была золотодевизной. Что такое золотодевизная система? Это фиксированный курс в золоте, но размениваются на золото только резервные валюты. Доллар и фунт стерлингов. Фунт стерлингов в 1953 году резервной валютой быть перестал из-за огромных проблем в Англии. Появились новые международные финансовые институты, играющие огромную роль в экономике. Международный валютный фонд МВФ и Мировой банк. Страны-члены МВФ зафиксировали курсы своих валют в долларах или в золоте. Следующей валютной системой была Ямайская. Ямайское валютное соглашение было заключено в 1976 году. Система плавающих валютных курсов начала работать с 1978 года. Валютный курс зависит от платежных балансов стран, а в основном от биржевых спекуляций. Произошла демонетизация золота и интернационализация системы международных ликвидных активов, которая привела к созданию глобального финансового рынка, который мы видим сейчас. Появились новые международные финансовые институты, прежде всего глобальные рейтинговые агентства, такие как Standard & Poor's, Moody's, Fish, глобальные аудиторские компании Deloitte, Tush, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, международные платежные системы и т.д. Субтитры создавал DimaTorzok